МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какую роль играет Вера в становлении человека? Влетел под грузовик и загорелся. На Днепровской флотилии мотоциклист не справился с управлением. Скользкая дорога или жажда экстрима? Экобокс для блистеров. В бавройских поликлиниках появились контейнеры для сбора просроченных лекарств. Регулярно проверяли свои аптечки не меньше, чем раз в году. Почему не стоит выбрасывать таблетки? А также инвестиционное сотрудничество, выгодные кредиты, и сладкий набор. Кондитерские предприятия страны приступили к производству новогодних подарков, как решился вопрос с импортной упаковкой. Перспективы инвестиционного сотрудничества по линии Минск-Пекин. Александр Лукашенко встретился с первым вице-президентом китайской компании. Сити Констракшн возвела в нашей стране ряд крупных объектов. Более того, вошла в акционеры Билджи и Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Сейчас партнеры реализуют здесь три важных инвестиционных проекта. Когда они будут завершены и каковы планы на будущее? Президенту это важно знать в ожидании новой встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Мы провели обстоятельную и содержательную встречу на земле Самарканда с председателем. Обсудили все экономические вопросы нашего взаимодействия, в том числе и вопросы, которые входят в сферу вашей компетенции и ответственности. И договорились, что после 20-го съезда КПК мы более основательно в таком рабочем режиме поговорим и об экономике, и о политике, и о военно-техническом сотрудничестве. Поэтому мне надо выяснить ряд вопросов, которые связаны с вашей компанией. Точные даты будущей встречи пока не называют. Известно, что съезд Коммунистической партии Китая стартует в середине октября. В мгновении ока в Бавруйске мотоциклист столкнулся с МАЗом. Авария произошла накануне днем на Днепровской флотилии. 33-летний местный житель не справился с управлением и упал на проезжую часть. Байк врезался в движущийся впереди грузовик и загорелся. Сам водитель ударился о припаркованные автомобили. Его госпитализировали с множеством травм. ГАИ призывает быть более осторожными и внимательными при неблагоприятных погодных условиях. К слову, с 22 сентября вступили в силу изменения в ПДД. Новации призваны сделать дороги страны еще более безопасными. Предусмотрены существующие категории колесных тракторов и самоходных машин. При этом к ним будут отнесены снегоболотоходы, квадроциклы, снегоходы и мотовездеходы. Определен порядок направления водителей механических транспортных средств самоходных машин на обязательное медицинское перевосвидетельствование, в том числе уведомление о таком направлении. Упраздняется также необходимость согласования с госавтоинспекцией маршрутов, по которым осуществляется обучение управлению механическим транспортным средством. При этом Министерство внутренних дел будет определять перечень участков дорог, на которых запрещено обучение. Теперь проходить обучение, а затем издавать экзамен в ГАИ можно на транспорте с автоматической коробкой передач. Однако в таком случае в водительском удостоверении сделают специальную отметку. Садиться за механику будет запрещено. Также можно получить права международного образца, предусмотренного Венской конвенцией о дорожном движении 1968-го. Второй дом, долгожданное тепло и новое направление Белджи планируют развивать с производства седанов. Что будет с кроссоверами и электромобилями? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси начался отопительный сезон. Пока только в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и других социальных объектах тепло начали давать в столице – Минской, Могилевской, Брестской и Витебской областях, а с пятницы и в Могилевском регионе. В скором времени горячими станут батареи в жилфонде. Беларусьбанк снижает ставки по ранее выданным кредитам на недвижимость до 19,5% годовых для клиентов, которые оформили договор на покупку или строительство жилья с июня по август. Такие условия начнут действовать с 26 сентября. Белджи планирует развивать производство седанов. Тем временем выпуск кроссоверов и электромобилей продолжается. К слову, экспорт за прошлый год составил 387 миллионов долларов. В 2022 предприятие стремится выйти на этот же уровень. Прибывшие в Беларусь украинцы смогут получать пенсии и пособия на детей. Предоставление документов, подтверждающих неполучение таких выплат, на территории соседнего государства не требуется. Кроме того, значительно упрощен порядок приема на работу. Кондитерские предприятия начали производство новогодних подарков на две недели раньше обычного. Большая часть ингредиентов – отечественная. Решили проблему и с упаковкой. Импортную заменили на собственную и российскую. Всего к зимним праздникам выпустят 70 видов сладких наборов. Церковь, общество и государство. В Бавруйске прошло торжественное гашение почтового блока. Марка, которую выпустили в обращение при поддержке Министерства связи и информации, посвящена тысяче тридцатилетию православия на белорусских землях. Изображена на ней официальная эмблема торжеств. Предмет коллекционирования выполнен с послепечатными технологиями. К слову, впервые в тридцатилетней истории филателии нашей страны один проект содержит 15 специальных памятных штемпелей. Во всех епархиях Белорусской православной церкви в ровно в три часа совершился процесс гашения. Сам митрополит с Министерством информации совершал гашение марки. Дизайн разрабатывался белорусским церкатом совместно с конвертом. Сегодня церковь играет важную роль в духовном возрождении современного общества и креплении позиций православия в суверенной Беларуси. Сотрудничество с государством и различными социальными сферами – неоценимый шаг в развитии нашей республики. Чтобы лекарство не стало ядом, в Бабруйских поликлиниках появились контейнеры для сбора просроченных медикаментов. Можно утилизировать аэрозоли, капсулы, свечи, суспензии, таблетки, капли и мази. Инициатива поможет снизить влияние фармацевтических отходов на окружающую среду и здоровье человека. Об осознанном выборе Карина Гуревич. Аптечка – атрибут практически каждого дома. Некоторые лекарства могут храниться в ней месяцами или даже годами. Но что же делать, если срок годности все-таки истек? Если задуматься о последствиях, просто выбросить микстуру в мусорку – не самый удачный вариант. Для этого в городских поликлиниках установлены специальные контейнеры. Лекарственные препараты вывозятся по мере наполнения. Возможно, не все жители нашего города знают, что такие контейнеры установлены. Поэтому, пользуясь случаем, хочется к ним обратиться, чтобы они регулярно проверяли свои аптечки, не меньше, чем раз в году. Желательно и несколько раз обращали внимание на аптечки своих пожилых родственников. Избавляться нужно не только от просроченных препаратов, но и от тех, что пришли в негодность. Лекарства могут раскрошиться, изменить цвет и запах. Если на упаковке не сохранился срок годности или его не видно, такой микстуре тоже не место в аптечке. Сдать можно и аэрозоли, капсулы, свечи, суспензии, таблетки, капли, мази. В первую очередь нужно доставить лекарства из картонной упаковки, стеклянных или пластиковых флаконов. Нельзя утилизировать разбитые термометры, использованные шприцы и иглы. Растительные вещества выкидывать тоже не стоит. Они не опасны для окружающей среды. Первый контейнер на базе шестой поликлиники установили еще в прошлом году. В рамках инициативы «Природа без фармацевтических отходов» места для сбора лекарств появились почти в 30 населенных пунктах. Проект завершился, но идея продолжает жить. Подобные экобоксы можно встретить в медучреждениях по всей стране. Мы показали, что проблема действительно существует. Путем информирования населения через СМИ, соцсети, опросы, плакаты, интернет, ресурсы, комиксы, мультфильмы, документальные фильмы, информационные встречи мы вовлекли в решение проблемы различные целевые аудитории. За время проекта было много интересных находок. К примеру, старейший препарат датирован 1987-м. В лидерах просрочки – нитроглицерин. Есть разные причины, по которым в аптечке накапливаются лекарства с истекшим сроком годности. Самая распространенная, конечно, запасливость. У нас большое количество аптек в городе, в том числе круглосуточная аптека. И приобретать препараты в прок на сегодняшний момент не имеет никакого смысла. Можно порекомендовать иметь дома в аптечке противоаллергические препараты, жаропонижающие, обезболивающие, которые могут оказать первую помощь при каких-то симптомах. Некоторые медицинские отходы не подлежат вторичной переработке, а их утилизация – дело не из легких. Занимаются этим специальные компании, которые заключают договор с медучреждением. На предприятии лекарства сжигают при высокой температуре. Ведь просто отправить их в мусорку – значит навредить животным, экологии и самому себе. Эти микроэлементы способны накапливаться в воде, в животных и растительных организмах и далее попадать в организм человека, вызывая негативные последствия. Одно из самых распространенных – это антибиотикорезистентность. То есть, когда в вас накапливаются антибиотики, ваш организм перестает на них реагировать и правильно отвечать. Подобные контейнеры есть во многих странах мира. В США, к примеру, за последние несколько лет туда сдали более полутора тонны медикаментов. Самым эффективным способом утилизации здесь считается сжигание. Остатки вывозят на полигоны. В Японии отходы не закапывают вовсе, их полностью перерабатывают. Между тем, весь мир сходится в одном. От решений, принятых сегодня, зависит наше завтра. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Чтобы не было беды, в Бобруйске прошел единый день безопасности. Интерактивная зона от МЧС, Гургаза, Департамента охраны, ГАИ и Красного Креста расположились в кинотеатре «Мир». Здесь специалисты напомнили школьникам, как себя вести в случае чрезвычайной ситуации и дали мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. Мы раздаем наглядную агитацию, чтобы ребенок обращал внимание, еще раз тем же самым блокнотиком, либо расписанием смотрел на памятку, повторял основные свои действия, принес родителям, рассказал, чему ему все-таки научили. В зрительном зале, где и концертная программа для ребят, и конкурсы обучающие, показательные выступления спасателей, Департамента охраны, и обучающие фильмы, как действовать, например, если произошел пожар в квартире, или если мы находимся в торговом центре. Обязательная часть акции – показательные выступления, выставка спецтехники и снаряжения. Инспекторы также повторили с ребятами телефоны экстренных служб. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый день вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!